Одесса вспоминает жертв трагедии 2 мая 2014 Кто и против кого сегодня дружит в городе у Черного моря? Расскажем о группах влияния Боятся ли белорусы милиции? Истории, всколыхнувшие страну Выслушаем и милицию, и правозащитников Новая жизнь после СИЗО Пожалуй, лучший спортивный менеджер Беларуси Владимир Бережков В эксклюзивном интервью программе Ночных волков снова не пускают в Европу Врут, сволочи, это раз Второе, причем цинично и нагло Хирург вновь режет по-живому А его друзья с европейскими паспортами уже почти в Берлине В Новосибирске настоящая монстрация Это что-то среднее между карнавалом и демонстрацией Как реагировать на юмор полиция не знает Художника Лоскутова бросают в автозак Это неделя из Праги Семь дней в одной программе Сергей Дорофеев, здравствуйте Вы живете по закону или по совести? Да я вас умоляю По ситуации, конечно Эта одесская фраза как нельзя лучше Характеризует то, что происходит сегодня в городе у Черного моря И ситуация эта многим делает нервы Но обо всем по порядку Слезы, тюльпаны, свечи Одесса вспоминает жертв событий 2 мая 2014 В результате уличных провокаций, вооруженных стычек и пожаров в Доме профсоюзов Погибают как минимум 45 человек Тогда в городе сходятся сторонники проевропейского и пророссийского курсов Украины Однако кадры из скорбящей Одессы лишь фасад ситуации Как известно, хотите увидеть настоящий город, загляните во дворы Мы решаем зайти Одесская изнанка скрывает интересы самых разных сил Сегодня только ленивый не вспоминает трагедию на Куликовом поле Ведь Одесса это не только город и люди История и память Это заводы и порты Важный актив Кто и против кого сегодня дружит в Одессе В темные дворы не побоялся заглянуть Всеволод Ананев Убери ноги, я сказала Убери ноги Меня вынесли оттуда, мы еле живуем В последние недели в городе у Черного моря Настоящий общественный шторм Драки, взрывы, стрельба средь бела дня Повышенные меры безопасности перед 2 мая И провокации во время панихиды по погибшим в Доме профсоюзов Все это безусловно отголоски большой политической игры Москвы и Киева Причем центр тяжести в принятии ключевых геополитических решений Постепенно смещается с Донбасса на юг Украины На это не могут смотреть сквозь пальцы разные силы внутри самой страны Кто-то, пользуясь мутными водами одесских событий, пытается выудить себе рыбку покрупнее Конфликт Саакашвили практически со всеми Он уже вышел в ту стадию, когда могут решаться кадровые вопросы И кроме того, в последнее время мы видим серьезную атаку на мэра города Геннадия Труханова Которая связана и с офшорным скандалом, и с российским гражданством Странные вещи происходили и во время разгона так называемыми тетушками Мирного палаточного городка против мэра города Геннадия Труханова Казалось бы, ликвидация городка в первую очередь была выгодна городскому голове Но оказалось, что украинских активистов избивали такие же украинские активисты Многие бок о бок стояли в 2013-м на Одесском Майдане против Виктора Януковича Полиция задержала несколько тетушек Среди них члены организации «Автомайдан» и бойцы батальона «Днефр-1» «Днефр-1» не будет действовать самостоятельно Если уж получили эти указки, то однозначно указание тех, кто создавал этот батальон И кто его финансирует сейчас Создателем батальона независимые украинские журналисты называют олигарха Игоря Коломойского Его группа активно интересовалась одесским припортовым заводом В пользу того, что разгром Майдана стал неожиданностью для одесского мэра Говорит его поездка в Турцию, как раз в этот день Есть мнение Труханов ездил советоваться с бизнесменом Александром Ангертом В Одессе их называют партнерами еще с 90-х годов Вера Запорожец давно занимается журналистскими расследованиями в Одессе и пришла к выводу Между президентом Порошенко и губернатором Саакашвили существуют некие договоренности относительно дальнейшей судьбы руководства города Еще одна важная фигура – Сергей Кивалов Почетный президент юридической академии Во времена Януковича его связывали с принятием ключевых судебных решений в Одессе Со сменой власти в Украине свое влияние в городе он не потерял Окунаясь в воды одесского политикума, нельзя не упомянуть о еще одном человеке Напрямую с политикой он не связан Сирийский бизнесмен Аднан Киван – фигура неоднозначная Одни связывают его с Киваловым, другие – с Саакашвили Он является одним из спонсоров фонда «На благо Одессы», который, собственно говоря, спонсировал вот эти антикоррупционные форумы, с которыми по Украине ездил Саакашвили Для Одессы, для одесситов он ассоциируется как застройщик, который явно стремится к тому, чтобы монополизировать строительный бизнес в Одессе Кивану принадлежит местный телеканал Его сотрудники часто оказываются в эпицентре скандалов Последний из них закончился стрельбой и госпитализацией журналистов А на фоне борьбы за сферой влияния на городских фасадах разворачивается другая война По ночам то тут, то там появляются граффити Судя по всему, свои политические цвета Одесса будет менять еще долго Всего Латанани в программе «Неделя Одесса» Судя по всему, дяди Степы, о которых писал Сергей Михалков, так и остались на страницах детских книжек Когда листаешь страницы трудовых будней нынешней милиции, узнаешь о совсем других дядях Беларусь. История номер один Она происходит в прошлом сентябре Инвалида волокут за ногу по ступенькам минского метро И если бы не возмущенные крики прохожих Как долго продолжался бы этот привод в милицию, непонятно История номер два Она происходит на Медне Милиционер подставляет подножку бездомному и пинает его собаку Все это, конечно, никак не стыкуется с идеологическими фразами о сильной и процветающей Беларуси И, конечно, не может характеризовать работу всей милиции Но такие случаи, согласись, способны перечеркнуть все положительное, что делают люди в погонах Хотя, знаете, это даже не истории о милиции Там, правда, служат разные люди Это истории о злости в нашем обществе О вседозволенности тех, кто сегодня наделен хотя бы минимальными полномочиями Анна Музенко Просить подаяния к станции метро в одном из спальных районов Минска Евгений со своей собакой приходит ежедневно Уже два месяца они ночуют, где придется, живут в проголодь Правда, в последнюю неделю прохожие начали подавать куда охотнее, чем прежде Честно скажу, и покушать есть, и в ней есть покушать, и собаки есть покушать А раньше не было? Раньше было немножко круговая Теперь инвалид второй группы – местная знаменитость Все из-за ролика в интернете с его участием Сам Евгений не знает, от чего впал в такую немилость к стражу правопорядка Говорит, прежде милиционеры его никогда не били Тем более, за годы, проведенные в заключении, он научился находить с ними общий язык У меня 17 лет, 16 лет, 17 лет за плечами Я не тот человек, чтобы ругаться с сотрудниками милиции В сети и на улицах поступок милиционера все больше осуждают Разве можно, даже если это человек без места жительства, разве можно человека ногой пинать? Если у него погоны, это не значит, что он может самоправство, тем более свидетели и все По версии ГОВД Мингрисполкома, страж правопорядка просил Евгения покинуть переход у метро дважды А потом, видя агрессивное поведение мужчины, сержант принял решение повторно доставить его в комнату милиции Однако столкнулся с сопротивлением Милиционер был вынужден применить силовой прием, при этом придерживая мужчину за плечо во избежание получения им травм Подобным образом уже Следственному комитету Беларуси пришлось оправдываться за действия милиции в сентябре прошлого года Тогда задержали слепого мужчину, который просил неустыню в переходе метро Не так давно глава белорусских силовиков лично высказался по поводу появления подобных роликов в интернете Он назвал их частью информационной войны против МВД Если нас провоцируют, хамят и пытаются иллюстрировать наш непрофессионализм Мы будем так же цивилизованно на это реагировать, в том числе, включая механизм правовой защиты сотрудников органов внутренних дел Путем обращения в суды с соответствующими исками Такая практика у нас уже имеется Белорусские же правозащитники отмечают, что уголовных дел, связанных с превышением работниками милиции и служебных полномочий В стране почти не заводят Может быть применение физической силы, это может быть применение специальных средств И в каждом случае я знаю, что они потом пишут рапорты, где подробно описывают, почему они вынуждены были это применить Но есть большая правая проблема в Беларуси Связана с тем, что сотрудников милиции, к сожалению, очень много разрешают Мнения тех, кого пережет белорусская милиция, также разделились Какая белорусская милиция относится? Ясно, нет, это без комментариев Вполне достойно у нас милиция Можно доверять Анна Мазенко, Павел Подобед Для программы «Неделя из Минска» Совсем недавно его отпускают под подписку из СИЗО КГБ Куда он попадает по обвинению в хищении денег Минского «Динамо» Успешного хоккейного клуба КХЛ Где на момент задержания работает генеральным менеджером Как сообщат позже в генпрокуратуре, он возместил ущерб Многие его знают по работе в «Прессболе» Пожалуй, самой популярной спортивной газете Беларуси Которую он создал, главредом которой долгие годы был Владимир Бережков, один из лучших спортивных менеджеров Беларуси Дает эксклюзивное интервью нашей программе Владимиру Петровичу я звоню после того, как становится известно Его на работу по договору подряда после освобождения из СИЗО КГБ Зовет глава КГБ в белорусский клуб биатлона Дело в том, что главный человек комитета – главный человек Федерации биатлона Бережков теперь будет курировать, в частности, создание медицинского центра По реабилитации спортсменов Вся эта история, знаете, она такая очень белорусская Что еще вам не сказал? В октябре хоккеисты и тренеры Минского «Динамо» пишут письмо Александру Лукашенко в поддержку своего менеджера Ранее, комментируя собственное освобождение, Бережков скажет За него поручились уважаемые, воскопоставленные люди Их имена, правда, не назовет Мы же говорим о том, чего ждет журналист и менеджер от своей новой работы С кем хочет идти дальше, а с кем не станет и рядом О чем мечтает? Полную версию интервью смотрите на сайте CurrentTime.tv Сейчас же у нас время лишь для фрагмента беседы Я жду нового опыта, конечно, и в первую очередь мне хочется оправдать доверие работодателей и общественности Только результат может определять качество работы в условиях не только нашей страны, Республики Беларусь, но и России, и Украины Операции еще, скажем так, кое-как делать научились Да, вот большинство больших спортсменов, они проходят реабилитацию в итальянских, во французских, немецких клиниках И платят там огромные деньги за это Мы хотим создать такие условия здесь Я надеюсь, что какая-то ясность наступит в конце мая Будут еще раз заседать комиссия при президенте И рассматривать его предательство о освобождении к уголовной ответственности На сегодняшний день все движется в том направлении, чтобы это предательство принять Я выполнил все условия, разместил ущерб и ожидаю, что решение будет положительным С кем вы хотите работать? Я хочу работать с профессионалами Я уже начал эту работу Я вижу вокруг себя людей неравнодушных, ярких А с кем никогда не станете рядом? Не знаю, но с подлецами не буду рядом никогда С негодяями Здесь две части ответа Первое, я всех простил и никому не желаю зла И вторая часть, профессиональная деятельность, это нечто другое И даже если я человека простил, то работать с ним не буду О чем вы сейчас мечтаете? Я сейчас мечтаю, чтобы как можно больше дней прожить Чтобы как можно больше рассвета встретить Чтобы птицы пели Чтобы меня окружали близкие люди, моя семья Чтобы с ними ничего не случилось Потому что то, что случилось, скажем, со мной Это человек не живот, он привыкает ко всему А вот то, что испытывают русские люди, то, что испытывает семья Это очень беспокоит душ С тяжелой, беспокойной душой жить очень сложно Казалось бы, что тут плохого Проехать на мотоциклах по Европе и почтить память погибших во Второй мировой Ничего, напротив Но, когда такая акция становится политической, ура, патриотической Гремит громче мотоциклетного мотора Тогда это уже совсем другая история Говоря языком байкеров, выхлоп у нее другой Этот контекст, конечно, не может не беспокоить страны По дорогам которых хотят прокатиться ночные волки В итоге границы для них закрывают Лидер мотоклуба Александр Залдостанов Более известный как хирург Вновь, как и в прошлом году На польской границе вынужден задумываться И подбирать слова перед камерами Доверять и верить нельзя Врут сволочи, это раз Второе, причем цинично и нагло Верить им, надеяться на какой-то закон Тоже нельзя, нет закона никакого Есть только какие-то интересы, политика и все А закона нет Однако не пускают волчьих топ-менеджеров Рядовые волки за границу пробираются Теперь у них новая стратегия Идти на Берлин чуть ли не из самого Берлина Пока одни демонстративно стоят на кордоне Другие въезжают в ЕС заранее и без флагов Третьи волки летят на самолете И уже на месте получают байки Четвертые вообще живут в ЕС И пробираться через границу им не надо Карта перемещения российских байкеров И их друзей европейских широка Россия, Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Германия Европейские СМИ не могут не реагировать на такой масштаб акции Подробнее Андрей Черкасов Ночные волки пройдут от Москвы до Берлина Пробег посвящен 71 годовщине Победы Маршрут пройдет по России, Беларуси и нескольким другим странам Более десятка городов и тысячи километров Знамя Победы будет в Берлине Мидия пестрят сообщениями о том, как приветливо встречают в Европе российских байкеров Впрочем, так ли это выглядит глазами европейских журналистов? В Беларуси волков встретили тематическими баннерами и раздачей красно-белых лент вместо георгиевских На границе с ЕС пытались проэкзаменовать на знания новейшей истории А в Польшу вообще пускать отказались Медпольшу объявил о запрете на проезд по стране ночных волков Въезд к прокремлевской группе, имеющей связи с российским президентом Путиным Запрещен из соображений безопасности Варшава предупреждала, Москва протестовала План Б въехать в Евросоюз через Литву тоже не увенчался успехом Мотоциклисты попытались попасть на территорию государства С запрещенной в Балтийских странах советской символикой Тем не менее, часть мотоциклистов до Варшавы все-таки добралась Кто-то заехал в Польшу раньше, у других были паспорта ЕС Ночные волки все же в Варшаве Сейчас возлагают цветы к могиле неизвестного солдата Так что пробег продолжается Кое-где байкеров встречают хлебом и солью Глава чешского БРНО, Михал Гашек, даже выложил в соцсети Общее фото с волками на фоне флага так называемой Донецкой Народной Республики В следующий раз Гашек может завернуться во флаг СССР и расцеловать портрет Сталина Так будет честнее В чешских и словацких миде волков называют крайними националистами и правыми радикалами В австрийских – любимыми байкерами Путина А в немецких резюмируют Этот мотопробег – мероприятие явно спорное и проблемное Несомненно, в этом году, как и в прошлом, часть «Ночных волков» доберется до Берлина Впрочем, отношение Европы к мотоакции это не изменит Окончание Второй мировой там празднуют иначе А «Ночных волков» давно уже называют «Путин's Hells Angels» Говорят, что мотоцикл дает чувство свободы Но что, если тот же мотоцикл становится орудием пропаганды? Если власть в публичной политике видит угрозу, определяемую страшным словом «плюрализм» мнений Такая политика уходит в подполье Тогда это уже не публичная и не политика Или существует только в провинции, подальше от столицы В последнем случае эта политика пробивается, как ростки сквозь асфальт Но провинция, как точно заметил Сергей Довлатов, это понятие вовсе не географическое И лишний раз в этом убеждаешься, глядя кадры из Новосибирска И вроде как таковой политики в акции этих веселых людей нет Однако, известно, любая комедия в драматическое время воспринимается как вызов Монстрация Это что-то среднее между карнавалом и демонстрацией Участники надевают яркие костюмы, пишут веселые лозунги и вперед колонны по городу Но даже к таким безобидным перформансам местные власти относятся настороженно Смеются люди, свободные какие-то Кому мешает молодежь с плакатами, пыталась понять Марина Мышко 4, 3, 2, 1 Вот так, с абсурдными плакатами, в ярких костюмах и с приподнятым настроением 2000 человек начали монстрацию 2016 Отпустайте его, не бейте! А вот так монстрация закончилась Финал для идейного вдохновителя Артёма Лоскутова уже становится нехорошей традицией В прошлом году он был арестован на 10 суток из-за того, что шествие провели без согласования Но на этот раз всё же было строго по закону Впрочем, согласование организаторы добивались не один месяц Здесь во мне Москва услышал Лоскутов от новосибирского чиновника при очередном отказе В итоге фраза стала главным лозунгом шествия Мне кажется, это всё от скуки Ничего не происходит в городе, кроме монстрации Все вокруг неё устраивают какие-то ритуальные пляски Участников акции их обвиняют во всех смертных грехах Что это Майдан какой-то, что мы тут страну разваливаем Что мы продались американцам, сатанистам, марсианам, украинцам, черногорцам, всем на свете Ну и искусство всегда провокация Нынешнюю монстрацию разрешили только в составе всешествия, санкционированного властями Каждый отстаивал своё право на один день абсурда Можно пройти в дебильном костюме, пройтись по улицам города и менты тебя не побьют В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката Мания величия Родины и мания преследования Родины На протяжении всего шествия за монстрантами пристально следила полиция Впрочем, участников такое внимание не смутило Все это бред и такому не место на улицах мегаполиса Продолжают настаивать противники монстрации Но практика показывает, что пока одни критикуют, другие поддерживают Вообще отличное мероприятие Несмотря ни на что они пытались сделать это мероприятие политизированным так не получилось Оно на самом деле крутое Панков терпеть не могу Я бы не сказала, что меня оскорбило, но я воспитанная по-другому А сейчас молодёжь, у них в голове пустота На финише монстранты сдали плакаты Но не на макулатуру, а в музей Выставку обещают открыть в Новосибирске 3 мая Освободившийся через несколько часов Артём Лоскутов в своём твиттере подтвердил, что экспозиции быть Марина Мышко, Сергей Чудинов, Настоящее время, Новосибирск Спасибо, Артём! И тут вот что ещё интересно В любой самоорганизации людей Авторитарная власть всегда видит опасность Даже если на плакатах Плюшевые мишки и надписи Комитет защиты от лабутенов Любой политтехнолог скажет Хочешь победить врага, возглавь его Вот я и решил спросить политолога Не захочет ли российская власть Возглавит то, с чем справиться пока не может Подобные движения умеющих смеяться людей Все режимы нашего типа Полуавторитарные смешанные системы Боятся любой самопроизвольной Гражданской активности То есть движения и мероприятия Лоялистского характера Поддержку самой себя Власть предпочитает организовывать самостоятельно А те, которые появляются сами собой Либо кооптировать Как мы видим по образцу акции Бессмертный полк Либо уничтожать При том, что действительно в монстрации Нет ничего специфически оппозиционного Сам её иронический тон для власти Звучит подозрительно Пафос можно присвоить Иронию присвоить чрезвычайно трудно Будут пугаться И в процессе испуга Как-то пытаться вот это вот дело прикрыть Это была целая неделя за полчаса Семь дней нашей жизни в одной программе Все выпуски на сайте CurrentTime.tv В социальных сетях И в эфире ваших национальных телеканалов Сергей Дорофеев Спасибо, что смотрели и думали Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»